Решила сделать фокаччо. Сделала всё по рецепту, который у меня был. Но, когда оно всё вымешалось, я поняла, что оно настолько жидкое, что оно жидче, чем сметана. Добавила ещё немножко муки. Потом ещё немножко муки, потом ещё немножко муки. В общей сложности у меня получилось 4 плюс 2, 6 больших ложек муки после 5 децилитров муки. И я так на это дело всё посмотрела, думаю, что-то мне это совсем не нравится. Ну вот уже добавила, кажется, всё, что можно было добавить. И вот посмотрите, какой классный тесто. Прям вообще балдёж. Сейчас я поставлю... Первый раз делаю. Сейчас поставлю в духовку на расстойку, чтобы она немножко подтянулась. Ой, какая красота. Там было сказано, чтобы она часик постояла. Ой, я балдею. Я просто балдею. Вот спельта точно так же работает. И вот эта мука, это новая мука. Мне подружку подогнала. Итальянская, экологическая. Вот. Без всяких там примесей и всяких химических добавок. В общем, смотрится потрясающе. Здесь ещё лёгочка мёдика. Вот. У меня есть красные помидорки. Ну, они, конечно, там рекомендуют большими этими самыми, такими крупненькими помидорками. А я просто порезанными. Порезанными сверху положу. Слушайте, я прям... Это как... Прямо АСМР получается. Я не могу... И как ребёнок в этом самом... В песочнице с песочком куличики лепит. Так я вам не могу оторваться от консистенции этого... Это тесто. Слушайте, ну, очень классно. Ой, какой болтёж. В общем, сейчас постоит она мне полчаса здесь. Уже видно, как она прям сама шерсть... И она начинает прямо-то ползти вверх. Ой, какая красота. Самая натуральная АСМР. Ой, она прям вот слезает с ложки. Вот. Наверное, как бы тот рецепт, который у меня был, он более такой... Не знаю. Правильно-неправильно. Ну, потому что... Вот сейчас она... Знаете, на что похоже? На ацедофилин. Вот ацедофилин вот такой в Белоруссии продаётся. Такая молочная, кисломолочная вещь. И здесь он тоже продаётся. Называется чук мельк. Толстое молоко. Ну, блин, его так редко встретишь. Только одна фирма делает такие в Норвегии. И вот приблизительно такое же вот... Такое же потрясающее ощущение, как ацедофилина. Как вот... Если вы в Белоруссии когда-нибудь были, или будете, или как... Обязательно зайдите в магазин, купите ацедофилин. Потрясающее ещё. О! Балдёж какой. Оно просто само слазит с ложки. И вот прям на глазах видно, как оно прям оживает. Ой, прям аж... Ох, какая какая. Ой, балдёж. Вообще, я люблю вот... Я не могу сказать, что я прям такая любительница что-нибудь приготовить. Там хлеб испечь. Но иногда вот просто мне вот так тянет вот на вот это всё дело. Смотрите, какая... Вот липучка была в детстве такая. Практически чистая ложка. Так, всё, оставлю. Пусть немножечко подойдёт. Ну, в общем, что ни говори, а тесто льётся. Такое прям... Ну, чё. Попробуем. Итак. Сверху немножко оливкового масла. Потыкаю. И растяну тесто. Ой, приляпывается всё к нему. Ну, тесто, конечно, приятное. Во все эти самые... Такое резиновенькое. Ой, красота какая. Как она мне нравится. Да, и тюпсику тоже нравится. Вот даже бомбелька какая-то вскочила. Ну, что, мой золотой? Сейчас, подожди. Помидорки положим, положим, положим. Так, вообще-то надо как-то вот так вот как-то... Да, мой золотой. Сейчас, подожди. Красоту наведём. Красоту наведём. Да. И оливки тоже посыпем. Раз, два. И оливки посыпем. Да. Скажи, будет у нас красота. Да, тюпсик? Будет у нас такая. Да. Ты же кушал только что. Я же тебе большую-большую миску положила. Вкусняшек всяких. И не только вкусняшек, но и нямняшек. И тюпсик кушал. И фоксик кушал. Так. Ну, в общем, мне это очень нравится. Не знаю, как оно там дальше будет. Так, в общем-то, мне нравится. Консистенция, конечно, потрясающая. Потрясающая такая консистенция. Да, мой золотой. Да. А, сейчас тебе насыпем чего-нибудь вкусненького. Еще решила положить те мои помидорки, которые я делала в прошлом году. Такие эти. Соль мудная, блин, как они. Не возмущай мою эту ауру. Тюпсик, не возмущай мою ауру. Какие-то сранят. Я же это самое. Одной рукой держу, второй снимаю, третий разговариваю. Да, мой золотой. Сейчас, подожди. Так. Страдалец мой. Да, ты мой страдалец. Да, скажи, что-то хочется, а ты, понимаешь, мяу меня совсем не мяу. Да. Сейчас будет тебе и шашка, и бурка, и кони. Так. Куда еще? А, это эти самые. Как их там называют? Да, вот именно. Спасибо, что подсказываешь. Это, как их там называют? Сушеные, вяленые помидоры. Во, вспомнила. Едва-едва. Да, спасибо, Тюпсик, что ты мне помог, рассказал. Вот. Так что и такие, и вяленые. Ой, какая красота. Вообще балдюж. Не знаю, почему, но почему-то шепотом разговариваю. Такая фокачча получилась у меня. Обалденная. Балдюж. Сейчас будем пробовать, она еще горячая. Какой-то у них и хлебушек получился. В общем, по внешнему виду я очень довольна. Прям очень-очень. Сейчас отрежу кусочек, попробую. Красотень-то какая. Вообще балдюж. Балдюж, балдюжный. Угу. Вообще сказка. Сказка вообще, вообще. Не знаю. Но я почему, когда чем-то восхищаюсь, я прямо всегда перехожу на шепот. Просто балдюж, балдюж, балдюжный. Как, я даже не думаю, что у меня такая красота получится. Вообще. Ночью темною. Сейчас же я мкать буду. Очень вкусно. Я взяла вам кусочек. Ммм. Ммм. Вообще балдюж. Почему я раньше не делала? Много жира. Ну, вернее, масло оливковое сверху попляскало. Ммм. Обалдеть. Вот это мои томатики. Преслогодние. Которые... Ммм. Как вкусно. Очень вкусно. Которые... Сушила. Ммм. Ммм. Ну, я... Я не зря пошел. Что-то новенькое научилось, да? Ммм. Ммм. Я думаю, по-тии, он... Роге... Скалб. В общем... Это очень вкусно. Ммм. 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 Обалдеть. Муряу. Свету муряу. Вон, как у хлеба. Ммм. Обалдеть. Ну, наверное, может быть, чуть-чуть побольше соленого. Ну, здравствуйте, тюфси. Вы тоже хотите хлебушка? Да? Ммм. Помидорка. Ммм. Точно не хочешь хлебушка? Да? И вот. Шокчик, ты хлеб тоже не ешь. Ммм. 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 Ну, чуть-чуть больше надо соли. Я так боялась приложить. Ммм. 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 отстояться какое-то время. Она достаточно тоненькая, может сколько тут, два сантиметра ширину, вернее в высоту, но вкус получился просто потрясающий. Особенно вот эти края, где много масла, это вот просто фантастика. Так что делайте фокачо. Кстати, можно класть больше оливок. Они как раз дают такой насыщенный вкус, то есть такие как бы изюминки вот у этого теста. И вот эти маленькие вяленые помидорчики очень придают ощущение. То есть это можно прям больше и больше заполнять и оливками, и помидорками. И даже вот эти вот эти маленькие круглыши солнечные помидорок тоже изумительно работают. Вообще сказка. Я вот что хочу сказать. Сейчас приготовила фокачо. Но уже не сейчас, уже два часа с лишним прошло. И какая интересная вещь. Я последние, наверное, года три-четыре заметила такую особенность, а может даже больше, что после белого хлеба я люблю фокачо. Я очень люблю фокачо. После белого хлеба меня как будто накрывает таким колпаком мюллера. Усталость, тяжесть во всем теле. Какое-то такое... В общем, как пыльным мешком по голове шарахнутое. И энное количество лет назад я купила фокачо на ярмарку. Ехала, значит, через этот самый, через бензоколонку. Купила там фокачо и поехала, значит, на ярмарку в портёре. Всё. И там, пока разложишься, пока туда всё, и где-то в середине, так сказать, полёта хочется есть. И я эту фокачо зарубила. Голодная была, как стая волков. И я её зарубила. Как мне стало плохо. Голова кружится, я теряю сознание. В общем, что я тогда пережила, я не знаю. Но мне было так плохо, что мне вышептать. И с этих пор я перестала покупать фокачо. Вообще. То есть я и раньше замечала, что она как-то вот странно на меня действует. А тут вообще полная. Ещё, может быть, если бы я съела как-то вот меньше, может быть, ещё что-то. Ну, в общем, я сразу зарубила этот кусок такой фокачо. И всё. И меня вот вырубила. Вот как пыльным мешком поговорили. Всё. После этого я перестала покупать фокачо. Иногда в магазине, если очень сильно хочется. Я её покупала, ну, так, с закрытыми глазами. И когда дома, что если мне что-то хочется... Да, чему-то, а то там у меня фокси лежит. Вот. Только в таком случае, что мне никуда не надо двигаться, не надо ничего каких-то там биологически активных действий производить. Вот. И всё. И я ещё заметила такую вещь, что после сдобы, после мучных каких-то изделий, вот сделанных из белой муки, мне плохо. Мне плохо. Мне плохо. Я не знаю. Я не знаю. Я не могу сказать на сто процентов, то ли это проблема с глютеном, то ли это проблема ещё с чем-то таким. Но. Вот сейчас я сделала эту фокачо. Я съела кусочек. Думаю, я знаю, что это такое, как оно действует. Я съем немножко. Всё. Остальное там потихонечку на сухари пойдёт. Там, может, завтра с утреца съем чуть-чуть. А тут, значит, как ни странно, я стоптала эту фокачо. И где-то через час опомнилась, что у меня ничего нет. Меня никто по голове пыльным мешком не бил. Мне это самое. Ощущение замечательное. Просто нигде никаких вот моментов. Ну, я себя чувствую хорошо. То есть я сама себе удивилась. Написала подружке, вернее, наговорила подружке, что вот так и так. И я говорю, слушай, прям вот час прошёл, и я чувствую себя замечательно. Прям это вообще диво-дивно. Потому что, ну, я белую муку последние 3-4 года я стараюсь её не есть вообще. Ну, какое-то сочетание, может, чего-то там с чем-то там и то немножечко там это самое. Ну, потому что как бы плохо. А тут на тебе. То есть я съела лапоть, ну, такую ладошку этого самого, фокаччи, походила, посмотрела. Да, она, конечно, вкусная, она всё это самое. И я словила себя на том, что всё хорошо. И... А мне подружка давно говорит, ты, говорит, это самое, я покупаю итальянскую муку, вот, она совершенно другая, чем норвежская. Вот. Получается хлеб замечательный из неё, и всё. Я, ну, я могу сказать, так вот положа руку на сердце, что мука для меня и мука. Я абсолютно никогда не, ну, скажем там, я не хлебороб, я не хлебодел, я не хлеба... Ну, вернее, я не работаю, ну, как бы я работаю на заправке. Ну, я выпекаю уже то, что, как говорится, было скручено, заверчено и заморожено до меня. То есть я беру только, как говорится, подогреваю и выпекаю. Больше ничего. Ну, дома вот какие-то последние, там, несколько лет я пеку хлеб из спельта. Вот он мне нравится. Ну, иногда там из ржаной муки. А тут я знаю, что я покупаю муку, вот, как бы, последние годы только спельта. Иногда покупаю, вот, ржаную муку. Ржаную муку. И то она, как бы, ну, тоже как-то раз на раз не приходится. Не знаю. Иногда хороший хлеб получается. Иногда какая-то не пойми что. Вот. И я вот поговорила, значит, скинула это сообщение и думаю, стоп. Как раз она начала говорить, что она тоже там пекла до того, пекла, как приехала сюда, и абсолютно другие эти самые ощущения, другие хлебобулочные изделия получаются. И я начала вспоминать, потому что я когда-то, я когда-то приехала сюда в Норвегию, я просто поразилась тому, что если раньше я, допустим, делала пирог там с яблоками насыщенным, вот такая ширина, вот такая высота, значит, этого пирога эти, яблоки так хорошо впекались там, ну, пирожки вообще идеальные были. Я не могу сказать, что я прям пекла всю жизнь. Нет. Ну, какой-нибудь пирожок там, или еще что-то такое там, еще что-нибудь, какой-то кексик. Я всегда это делаю, ну, как бы не чем остальное. Но я это делаю. У меня всегда все получалось. У меня не было такого, чтобы я тут раз там, это самое, а тебе, о, золотая рыбка. А приехала сюда, я делаю пирог, а он у меня не подымается, ну, какой-то пляцик там получается, мокрый, не могу понять, что. Там еще что-то такое, опять не получилось еще что-то. Ну, последним, последней, так сказать, каплей, бетонным таким кирпичом на мою голову было, я пригласила подружку, начало, ну, к себе на этот самый, не знаю, о чем мы тут это самое, о чем мы тут болтали, но я сделала пирог с яблоками, свой фирменный пирог с яблоками. И это было такая, это был такой ужас. Он вместо вот такого был вот таким, и кусок глины. То есть я делала все как обычно. Вот просто кусок глины. И я сказала себе, все, Оксана, хватит, нам такого не надо. Как говорится, нам такой хоккей не нужно. И все, с тех пор я перестала печь вообще. Не знаю, сколько лет прошло, но давно это было бы. Я перестала печь. Единственное, как бы я иногда делала их блины. Блины всегда заходят, что там блины. И то блины раз на раз не приходится. Это уже последние годы я начала делать блины со спельтой. И тогда она, ну, все равно спельте надо постоять. Она немножечко должна вот в этом тесте, оно в блинном тесте, она должна немножечко как-то пожить в своей жизни. А вот вся мука, которую я покупала раньше, что-то пекла. Единственное, как бы я очень всегда хорошо относилась к... Ну, то есть пасха, да, вот пасхальный кулич. Я всегда очень внимательно отбирала. Изюм очень внимательно. Всегда покупала дороже муку. Именно для кулича всегда. Но я покупала вот эти настоящие дрожжи. Все вот по вкусу, по вкусу нормально получается. Но самая интересная вещь, почти каждый раз, каждый год, когда я готовила эти куличи, то есть кулич, он, по идее, должен быть вот с такой горочкой, а он у меня падает, внутри, вот в серединке опадает, а поверху, ну, вернее, по этому самому, по... по периметру, он как бы выше. Ну, получается такое лебединое озеро. Что не делала, как не выдерживала, как не это самое. Ну, вот дырка всегда у меня. Хорошо, если оно еще вот ровненько. Нормально. А так, практически 80% моих этих куличей они вот с такой дыркой внутри. И вот сейчас, когда я вылепила эту фокаччо, ну, она, конечно, это самое... Вылила даже это не тесто, оно не вымышленное. Ну, как бы, я сделала по рецепту, который мне дали. Ну, как бы, единственное, меня удивило. 5 децилитров муки и 5 децилитров, даже 6 децилитров, там, значит, воды и 1 децилитр масла овсянкового, оливкового. Я, конечно, на это дело посмотрела, но тут сметана сметаны. Я потом посмотрела, оно вымешивало достаточно долго, думаю, нет. Ну, это вообще, оно льется, оно... Это блинное тесто какое-то, это не хлебное. Залезла уже в это самое, в интернет. Начала искать, какие рецепты даются. Ну, везде у всех тесто вымешано таким, как бы, комочком таким. Ну, чуть побольше, чуть поменьше, но оно, как бы, все равно комочком укладывается. Ну, 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 ладно. Добавила еще, добавила еще. Но оно все равно получается такая вот, за счет этой итальянской муки, которую мне подружка под это самое предложила попробовать. Ну, оно... Ну, видно, что оно подымается, что оно работает. Консистенция, я вообще балдею такой консистенцией. Но оно такое, как бы, жидкое. Я добавила еще несколько ложечек, перемешала. Смотрю, нет. Добавила еще несколько ложечек, перемешала. В общем, в общей сложности я, наверное, добавила то ли 6, то ли 8 ложек. Больших ложек муки. Думаю, ну, как-то... Ну, потом уже смотрю, вот, консистенция такая, когда вот, когда делаешь хлеб из пельта, оно вот такая вот. Я там вначале крутила, крутила. В общем, мне очень нравится вот это такое, липкое такое состояние этого теста. Вот. Все сделала, как говорится, все украсила, поставила, выпекла, съела и балдею. И вот я поняла, когда уже как прошло какое-то время, что надо 20 лет прожить в Норвегии, чтобы понять, что вот эта мука, которая у нас есть здесь, в Норвегии, она не такая, которой мы привыкаем, привыкли или имели до того, как мы переехали. Вот. Я это только на себе, только, допустя 20 лет, только до меня сегодня, как до утки на третьи сутки дошло, что вся та мука, которую я пользовалась раньше, она не такая, что-то с ней не то. Либо, ну, как бы, она норвежская мука, она производится, она выращивается, зерновые выращиваются здесь, хлеб мелится здесь и так далее и тому подобное. И вот до меня вот только сейчас дошло, что, наверное, надо менять муку. То есть, когда уже вот эти последние, наверное, года три я пользуюсь, может, даже уже четыре года пользуюсь вот этой спельтой, мне она очень нравится. Немножко она другая по консистенции, другая по этому самому. То есть, и вкус мне нравится. То есть, спельта, вот это был вот хороший вариант, который пользуешься, вот чтобы сделать хлеб хороший такой. Ну, вот эта итальянская мука, которую я вот получила на днях от подружки, она мне все говорит, давай, говорит, мы вместе закажем. Я говорю, слушай, я вообще, как бы, вот белая мука, это вообще не мое. Потому что, ну, меня вот вырубает. Ну, что здоровье портить, если и так далее, там вот. Ну, я говорю, она мне все говорит. Я говорю, ладно, дай мне полкилограммчика, я сделаю себе этого хлебушка, попробую, и потом тебе скажу, если что, будем заказывать. То есть, и на меня будешь заказывать, а если нет, то нет. И тут такой шикарный результат. От меня не, я прекрасно себя чувствую. То есть, что добавляется или как климатические условия Норвегии влияют на хлеб. Ну, вот я посмотрела на этот самый, там написано, что это экологическая мука. Сейчас покажу. Ну, вот, вот так она выглядит. И здесь вот этот значок экологичности. Вот здесь вот что у нас написано. Что это экологическая мука. Типа 0, Манитоба. А Ветамель это белая мука. Вот. И я просто вот обалдела, вы знаете, по-моему. Так что... Ну, такая манитоба. Вот здесь прям... Я прям удивлена. Экологический продукт. Экологический продукт. Так что... Производство. Малино. Грасси. СПА. Парма. Италия. Так что, ребята. Манитоба покупаем. Ну, вернее, скажем так. Я бы... Все надо проверять на себе. Вот я 20 лет прожила в Норвегии. И только до меня сейчас дошло, что белая мука от другой белой муки очень отличается. Во всяком случае, ингредиенты белой муки, манитоба экологической, это прям небо и земля. То есть, я сейчас понимаю, что я могу есть белую муку, меня не бьет по голове. То есть, меня не... Может, там действительно дело в глютене или еще в какой-то этой самой... Я не знаю, но... Я прям для себя, как говорится, я открыла для себя новую муку. Хлеб получается. Во всяком случае, вот это покатя, которая у меня получилась. Прям вот мечта. Даже несмотря на то, что это было с сухими дрожжами. Да, Фоксик. Это было с сухими дрожжами. Телочка. Вот. Вот так. Так что рекомендую. Манитоба. Спокойной ночи или с добрым утром. Субтитры сделал DimaTorzok